Привет! Любишь покупки фикс-прайса и всякие бюджетные новинки? Тогда оставайся со мной до конца. И да, меня зовут Светлана. То без чего никогда я не ухожу из фикс-прайса. Это влажные салфетки марки Котте. Все уже знают, какие они классные, какие они дешевые, гипоаллергенные, удобные, потрясающие. И не знаю, за 140 штук, сколько они сейчас, по-моему, 77 рублей стоят, это очень дешево. Взяла вот такие две папочки, стоили они, по-моему, 27 рублей, они одинаковые, их две в комплекте. Для документов, на подготовку школы мы сейчас ходим, всегда пригодятся. Вот что из себя они представляют. Это формат А4 с удобными зажимчиками, надеюсь, они не будут ломаться. Все приличненько, красиво и, знаете, так по-осеннему. Ватные диски в фиксе теперь выгодные упаковочки. Здесь тоже большое количество за очень низкую цену. По-моему, они стоили 77 или даже, нет, 55 рублей, 160 штук. Котте самые бюджетные практически, самые качественные, прошитые. Вот, видите? Не расползаются. Довольно прочные. Мне нравится. Пользуюсь с огромным удовольствием. Ватных дисков много не бывает. Наш фикс завален антискользящими ковриками. Я не могла пройти мимо вот такого вот розового. Он классный. Он невероятно классный и розовый. Хотя у меня ванна оливковая, вот этот коврик прям смотрится как нельзя лучше. Он был там такой один и именно такого качества. Он тоже был один. Он невероятно мягкий. И вставать на него после душа в ванной – это просто блаженство. Вот так он выглядит сзади. Он действительно противоскользящий. Здесь прорезиненный рисунок такой, да, цветочки-точечки. И он плотненько довольно лежит на кафельной плитке. То есть подскользнуться надо еще умудриться. Так, сейчас по размерам. А по размерам я вам и не скажу, потому что коврик у нас уже в активном использовании два дня. И этикетка куда-то потерялась. Смотрите сами. Вот он еле влезает, видите, в экран. Наверное, мне кажется, 70 на 40. Я так вот подозреваю. Но он большой, он большой, мягкий и классный. Еще одна моя постоянная покупочка – это вот такие вот салфеточки целлюлозные. Я люблю именно целлюлозные. Стоят они 55 рублей. Микрофибра и все остальное. Ну, не знаю, ничто по мне так не убирает грязь, пыль со столешниц, с мебели, как эти тряпочки. Вот что они из себя представляют. Они чем-то пропитаны, слегка влажные. Со временем, когда вы ими пользуетесь, они затвердевают. Вы подставляете под струю воды, она снова становится мягкая. Ну, не знаю, как резина такая, что ли. Ну, классно. До мельчайшей крупиночки и пыль с мебели и все со столешницы они убирают. Это для меня идеальная салфетка и помощница в уборке. Давно не покупала вот такие формы от Kitchen. Они стоят 12,5 рублей. Я взяла три штучки. Мне нравится в них готовить. Они одноразовые. Это плотная фольга. Приготовил что-то. Ничего не пригорает. Все прекрасно. И выбросил. Не надо ничего мыть. Я люблю. У меня вот такие формы должны быть всегда в запасе. Они там представлены в разных размерах. Есть и большие, прям здоровые. Чтобы, знаете, вот так к празднику тоже не заморачиваться. Собираете стол. Приготовили какую-то вкусняшку. Запекли. Не надо мыть посуду. Взяли эту противень одноразовую. Выкинули. И красота. Насколько мы все знаем, что когда мы умываемся, когда мы очищаем свое лицо, то ежедневно нужно применять после обязательно чистое полотенце. Так как не очень удобно каждый день скидывать стирку, я тоже решила, как и многие, купить вот такие вот салфеточки Плюше. Это очень удобный формат. Просто мега удобный. Здесь их 180 плюс-минус 8. Размеры листа 20 на 20 сантиметров. Это самый удобный, мне кажется, формат. Кому интересно состав и так далее, вот, можете нажать на паузу, почитать. Тут для чего-то еще клапан. Смотрите, можно с двух сторон открывать. Вообще невероятно удобный. Милый дизайн. Такие тут, не знаю, поняшки-единорожки скачут в облаках. Прям чистота и свежесть. Одну вытащили, вторая уже на подходе. Промокнули лицо, впитывает все идеально. Мне кажется, их можно, знаете, даже использовать как слегка матирующие такие салфеточки, потому что они подкожный жир тоже должны впитывать хорошо. Да, действительно, есть такой эффект, поэтому вот такую штуку тоже теперь всегда буду иметь в своем доме. Это мега удобно. Промокнул лицо, выкинул и не нужно каждый день менять полотенце. Супер. Спонжики. Тоже частая моя покупочка. 55 рублей 3 штуки. Они представлены такие же абсолютно спонжи у многих других производителей. Также FixPrice, также Faberlic. Только они там немножко другой формы, материал тот же и стоят гораздо дороже. Поэтому бюджет не найдете однозначно. Для чего они мне нужны? Я люблю ими смывать маски с лица, жидкие гелевые патчи и так далее, потому что есть масочки, которые под струей воды руками плохо смываются. Достаточно плотные маски, маски глиняные. И убирать спонжами такие масочки одно удовольствие. Я их частенько меняю, потому что на нем тоже скапливаются бактерии, но вещь вообще незаменимая на самом деле. Густое масло для волос от FITO COSMETIC. Я люблю его, я обожаю его. Это классная маска для волос. Именно применять ее как бальзам советую тем, у кого волосы жирные, тем, у кого они, скажем так, не пересушены постоянным окрашиванием, не блондинкам явно. А тем, у кого волосы сухие, такие как у меня, я советую применять это густое масло как маску. То есть на 30-40 минут под шапочку. Можно феном погреть, можно не греть. Потом смыть и волосы просто блеск, шик, красота. Восстановление и защита крапивная на этот раз я взяла. У меня в запасе еще стоят два. С ромашкой соком алоэ вера. Я такое уже пробовала. Оно действительно классное. Оно здорово питает волосы. Оно действительно густое. Баночка эта стоит 55 рублей. Это наибюджетнейшая цена. Даже в интернете, на их официальном сайте эти маски стоят дороже, мне кажется. Оно прям как чуть подтопленное сливочное масло. Вот такой вот консистенции наигустейшее просто. Расход у него небольшой, но все зависит, конечно, от вашей длины волос. Кто не пробовал это масло, оно стоит практически наравне с люксовым уходом для волос, для восстановления сухих, ломких волос. Я вам очень рекомендую забежать в фикс прайс и обязательно затариться таким продуктом. Вот такой вот уход за телом. Лосьон для тела питательный с маслом манго. Видела у девочек в обзорах его и поняла, что аромат химозный. Ну уж очень мне хотелось уход для тела с ароматом манго, потому что люблю. Потому что люблю манго в любой косметической продукции. Это у нас Витаника, относительно новая марка, представленная в фиксах. И действительно, запах манго, он химозный. Да, вот если брать линейку Фаберлик Витамания, там более натуральный. Здесь прям химозный и не очень сильный. Я вот думала, будет сильней. Но все равно. Лосьончик легкий, подойдет и для жирной кожи. Ежедневный уход, упругость, питание. Питание прям сильно не скажу. Заявлено, что содержит масло манго и депантенол, провитамин В5. Вот. Вам составчик и все остальные дела. Можете нажать на паузу и быстренько глянуть. Беленькая субстанция. Довольно легенькая. Элемент увлажнения есть. Но вот насчет питания, конечно, я не знаю. Но легкое питание. Для сильно сухой обезвоженной кожи не подойдет. А, ну, в принципе, на осень нормальненько. Липкости никакой не оставляет. Все комфортно, здорово. Поэтому буду пользоваться с удовольствием. Пешила попробовать из линейки для стирки Окс. Вот такой вот желтенький, коричневый, даже не знаю, золотой гель. А до этого у меня был фиолетовый. Причем раза два или три я его уже беру. Мне нравится безумно. Состав нормальный. Потрясающий бы, я даже сказала. Может быть, чуть-чуть побольше пах, чем в средствах гипоаллергенных. Но, тем не менее, отстирывает все прекрасно. Ну, фиолетовый. Про желтенький я вам расскажу обязательно в пустых баночках. А фиолетовый отстирывал даже пяточки на белых детских носочках без каких-либо предварительных застирываний. Поэтому я им довольна на все в сто процентов. Он нереально густой. Он густой. Вот просто я сейчас постараюсь вам показать. Тот был с фиолетовым отливом. Так, смотрите. Вот он даже не течет, а переваливается. Знаете, средняя такая консистенция между гелем для стирки. Этот, кстати, такой оранжевого цвета. Средняя консистенция между гелем для стирки и слаймом. Если вы понимаете, о чем идет речь. То есть, вот такая небольшая тягучесть, текучесть в нем присутствует. Кто не пробовал эти гели, они стоят 99 рублей в фиксе. Это нормальная цена. Как нормальная? Это очень дешево для хорошего геля. Полтора литра здесь. 99 рублей. Присмотритесь. Кондиционер для белья. 3D эффект за 55 рублей. Пробуждение весны. 1,4 литра. 55 рублей. И я могу вам абсолютно точно сказать, что он уж гораздо лучше кондиционера Е. Тот вообще вода водой. Здесь есть действительно и эффект. Ой, как классно пахнет. Лилии. И какими-то цветочками. Классно. Я люблю, когда на белье есть аромат кондиционера. Если вы не любите, эта песня, конечно, не для вас. Аромат на белье остается потрясающий. Остается длительное время. И мягкость он тоже придает. Вот такой вот огромный объем за 55 рублей. Дальше интересней. Появился в фикс-прессе уход, который называется Гималая Херблс, если я не ошибаюсь. Смотрите, девчонки, сами. Это у нас питательный крем увлажнения в течение всего дня Алоэ Вера. Здесь действительно хороший состав. Я была просто шокирована. А Алоэ Вера здесь, сейчас скажу, на каком месте. На шестом месте и с 12, 13, даже больше, наверное, 14 позиций. Это круто на самом деле. Вот и состав. Но весь шок в другом. Производитель этого крема, внимание, Объединенные Арабские Эмираты, Дубай. В фикс-прессе продается крем из Дубая за 55 рублей. Я была очень приятно удивлена. Здесь, конечно, маленькая баночка, но тем не менее. И крем прикольный. Он фольгирован. Я уже успела его потестить. Такой плотненький беленький крем. Осенний-зимний уход однозначно. Для жирной кожи нет. Для комбинированной у меня комбинированная нормально. Нормально. Для сухой вообще находка. Смотрите. Он очень плотненький, питательный. И после того, как вы его распределяете по коже, липкого слоя никакого он не оставляет. Пленки не оставляет. И самое удивительное, что я думала, такой вот питательный крем, элемента утяжеления тоже никакого нет. Потому что обычно вот у меня комбинированная кожа, и если крем чересчур питательный, я чувствую, что он закупоривает мне поры, я чувствую, что у меня есть что-то на лице, и это не очень приятно. Здесь выравнивание тона идет. Здесь идет легкое мотирование. Я так думаю, это благодаря алое веры и другим компонентам полезным. А там есть всякие интересные штучки в составе. Супер. Вообще просто супер. Крем буду использовать как ночной уход и как крем для рук, потому что сильно сухие руки. Пойду за таким кремом в фикс прайс еще однозначно и хочу потестить другие продукты из этой линейки, потому что косметику из Дубая фикс я вижу впервые. Следующий продукт с экстрактом улиточки – это крем. Это крем-флюид для лица. Здесь уже производитель Москва. Он, по-моему, стоит или 55, или 77 рублей. Там еще была такая сыворотка за 99, ее я не стала брать, решила начать с крема. Здесь у нас фильтрат секреции улитки и цинтелла азиатская лифтинг-эффект «Сияние кожи» подходит для зоны вокруг глаз. К сожалению, туба была не фольгирована и не было здесь никакой заглушки, но, тем не менее, крем достойный. Показываю вам состав. Состав, кстати, тоже ничего. Специально почитала. Так, смотрите, вот он состав. Можете нажать на паузу тоже и почитать. Крем прикольный. Наносила его на кожу лица, как дневной пробовала, потому что он не такой питательный, как предыдущий. Кожа становится матированная, кожа немножечко стягивается, то есть вот лифтинг-эффект заявленный есть. Кто пробовал какие-либо уходовые средства с секретом улитки, тот знает, что кожа от секрета улитки стягивается. Есть этот эффект действительно небольшой, кожа подтягивается, становится матированной и выравнивается. Я вообще в шоке от фикс-прайсовского ухода, потому что он действительно работающий. Крем классный. Здесь у нас уже производитель Москва. Такие в Москве чудеса делают. И это у нас марка Азиан. Азиан Грейт Легендс. А, Велсон. Это вообще Велсон, слушайте. Велсон, кстати, нормальные продукты. У меня был мист для лица. Вполне себе нормальные продукты. Так что кремом пользуюсь тоже. Нравится. Еще и для области вокруг глаз подходит. Ну, короче говоря, советую. Советую попробовать неплохой продукт. И еще один продукт, нашумевший, так скажем, это масочка для волос. Производитель у нас Лио. Тоже наверняка видели продукты этой фирмы. Они в Ашане представлены, мне кажется, есть тоже, да. И в Фикси. Это маска для волос. И здесь ее много. Она довольно густая. Смотрите, вот она прям густая. Такой баттер-баттер. И я уже успела протестить вчера. И что вам могу сказать? Маска классная. Реально классная. Даже для моих пересушенных волос она вполне себе ухаживает за кончиками. И они выглядят живыми. Это интенсивное восстановление для окрашенных и милированных. Там было три у нас баночки. Я взяла вот именно эту. Запах девчонки космический. Запах прям дорогого какого-то парфюма. И он ощущается на волосах довольно длительное время. Ну, понравилось. Реально понравилось. Показываю вам состав. Если не отсветит, то что упаковочка блестящая. Ну, конечно же, отсветит. Вот так вот хотя бы. Можете нажать и почитать. Так что масочка. Сколько же она стоила? Еще бы вспомнить. Или 77, или 99. Такая вот бадья. Здесь объем у нас 450 миллилитров. Вообще, я безумно счастлива. И буду повторять покупку. Возможно, из этой линейки какие-то другие масочки тоже попробую. Вот такой вот обзор, мои хорошие, невероятно бюджетных и очень классных продуктов у нас сегодня с вами получился. Если я была вам полезна, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока.